Привет, пироги! Perfect World Mobile. По Шурику сейчас прогоним двоих боссов. 1.79 развития. Рай и ад. Пустота. Первый босс Брахма. Все его знают. Ничего интересного он вам не покажет. Танчится он жопкой к рейду. И начинаем сразу следить, где будут появляться песчаные силки. Там будет появляться голем. Его надо будет загреть. Если он будет появляться далеко, то для этого вы всегда должны иметь при себе масса стан, масс агр, чтобы он у вас не на КД был. Появляется каменный гигант. Его сразу начинаем агрить. Разворачивать также жопкой к боссу. Можно даже, если он появился, вот как сейчас, рядом с Брахмой, то просто на масс атаков его на себя забрать. Иногда переключаться, чтобы по рейду он не ходил, потому что может забить он на одного из членов вашего рейда. Состоит из двух подфаз. Первая фаза, где он на коне. Обязательно смотрим, чтобы не появлялись у нас песчаные вихри, потому что если вы под них попадете, вас превратит в бестолковых элементарий. И это нам, конечно же, не надо. Но, по сути, ничего сложного тут нет. Вторая подфаза. Брахмулька спрыгивает со своей коняшки, хочет порубиться на своих двоих. Также танчим его жопкой к рейду, чтобы он туда не разворачивал, а уешку туда не кидал. Песчаные селки не ловим, песчаные вихри. От дугового удара просто отходим и потом прыжком сближаемся. В принципе, Брахма даже не двигается при этих движениях. Все знают, все проходили, постоянно ходят на него на охоту. Босс крайне простой. По скрыточке. Скрыточка идет после второго трэша, именно после Брахмы, когда забиваете трэш. Нужно, чтобы открыть два авантюрина. Как только будет, я думаю, отсниму, покажу. Там сложно, не сложно. Но тут сложного ничего нет. То есть, в принципе, хватает даже мне 90% блока, чтобы себя вообще спокойно, ненапряжно чувствовать. Также спокойно, ненапряжно себя чувствовать, хилу, который меня хилит. Ну и скоро я буду переделать кодексы, да, на пятый и шестой. Но об этом, может быть, как-нибудь осниму я попозже. Это будет другая история. Последний боссик. Конгамата, ящер, дракон. Залупный кон. Ничего тоже сложного нету, кроме того, что он дохрена дамажит. Престу будет нелегко. Да, тут нету богаюза. Все проходится по классике. Танк танчит. Погонька. Обязательно, желательно набить к этому моменту чишечку, чтобы можно было прожать иммунку. Либо черепашку, либо иммунку, чтобы весь входящий урон порезать. Здесь вы прожимаете черепа, потом вообще, по-моему, по 3 тысячи, по 2 с половиной вылетает. То есть, короче, вообще ни о чем. Темные крылья. Продолжаем покусывать босса. Он появляется в центре и раскидывает всех. И тут обязательно надо сбить звериную кровь, потому что это баф, который Кангамата пытается себя бафнуть, отхилив себе 20% хп и увеличив свою атаку на 20%. Сбить может либо оборотень, либо вар. Пожирание почему-то стало проблемой, я не знаю, для некоторых рейдов, даже для нашего. Заглатывает одного из членов рейда. И плохо будет, если это будет прист. Потому что пристан он, скорее всего, сожрет. Когда Кангамата проглатывает, цель оказывается внутри, и в цель Кангамата получает заметный урон. Там живет изгашенная душа и душа жизни. Первая атакует игрока, вторая лечит при приближении. То есть, нужно захилиться и убить чужую. Всегда у нас тут должен быть наскок, не на кд. То есть, мы его бережем, просто так не юзаем. Именно под сбив звериной ярости. Это очень важно. Проще, чем 1.59. Лично, на мой взгляд. Спокойно, без проблем. Даже можно вытанчивать без хила. Тут у нас хил уже откис. Сожрали его, продолжают Кангамата пожирать. Благо, цышки до хрена. Оба не на кдшке у меня, не черепашка, не имуночка. Можно под черепашечкой спокойно жить. Ждать дальше от кдшечек, либо гнев, либо еще что-нибудь от кдшечек. Либо фласочку можно будет сожрать. Урон влетает в босса тоже, в принципе, спокойненько. То есть, меня, в принципе, понравилось. То есть, 1.59 был залупней. Там, ну, им надо было ханта закидывать, еще что-то дрочиться. Тут как-то проще, понятнее. Главное, сбить звериную кровь и не обосраться. Ну, и, конечно же, обязательно танчим, как всегда, жопкой крейду к ребяточкам. А, и ребята тоже должны быть внимательны, чтобы вас не отбрасывало в лужу. В лужу могут оказаться скорпионы, которые вылезут и вас шмякнут. Ну, все. Всем спасибо за просмотрюлю. Лайкос, с тебя, с меня видос. Обнял, приподнял. До встречи на следующем видосе.